Глава города провел встречу с представителями квартальных комитетов «Горячего ключа» в ходе беседы. Иван Федоровский призвал общественников активнее включаться в вопросы благоустройства курорта. С 1 марта на Кубани стартовал санитарный двухмесячник. К акции присоединился и «Горячий ключ» на курорте стали активнее проводиться всевозможные субботники. Как отмечают сами квартальные, есть жители, которые бережно ухаживают за своими территориями. Подают пример соседям, правда, не все готовы этому примеру следовать. Попросив квартальных о помощи, Иван Федоровский в свою очередь не оставил без внимания проблемы ТОСов. Их было озвучено немало. Уборка заброшенных территорий, свод аварийных деревьев и грейдирование дорог, освещение улиц, обустройство канализации, организация движения транспорта и многие другие. Большинство исподнятых проблем уже решаются. Другие вопросы глава также взял на личный контроль. Сейчас буквально на крайней сессии с депутатами обсуждали вопрос энергообеспечения города. Мы в год платим где-то порядка 25 миллионов рублей с обслуживанием за освещение города. В город нашла компания, которая сделает нам новый проект освещения. В замену вот этих дорогих световыми сентриклам сегодня есть гораздо более энергооберегающие, которые позволят нам экономить до 15 миллионов рублей только на затратах на литр энергии, позволит нам улучшить качество освещения, позволит нам с вами, с учетом всех заявок, которые у нас есть и на селе, и в городе, изменить вообще освещенность города. Жители должны быть хозяевами города. На этом в ходе беседы с представителями квартальных комитетов Иван Федоровский акцентировал особое внимание. «Это ваши районы, это ваша территория. Общайтесь с жителями, объясняйте правила содержания придомовой территории, вывоза мусора. Сейчас нам, как никогда, нужно объединить усилия», – отметил глава. Елена Слипченко, Александр Буков, телерадиокомпания «Горячий ключ».